равномерно выдвинулась то есть это усаживаются стра стропила смещаются да 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 мы с той стороны тоже самое так они на стропила которые прижимаются к брусу вот эти досочки и на них еще набивают клеммалан то есть клеммалан прижимается когда вся эта история садится он во-первых плавно едет доска остался материал остаток нет да потом еще покажет видите насколько вот 3 сантиметра подвинулись стропила вниз и причем все также вот возле стен видно первый этаж получается достаточно теплой по теплоемкости перекрытие облегченная плюс она несет в себе также тепло и жесткость нету лишних шумов вибрации второй этаж это давние мечта деревянные то есть спальни все деревья дешевые сегменты супер диффузионные мембраны сейчас поднимемся наверх видно человек вот первый дом строит я ну ну штуки три своих выходить вверх труба эта вентиляция от септика будет основная пойдем также 110 трубой без уменьшить поскольку у нас будет сжиженный газ будем делать газбольдер соответственно тоже нужна вентиляция а третий выход это получается у нас от которой их серии идет 190 п это по моему который большой производительности это соответственно я хочу вентиляция санузла этого потом здесь за стенками все понял есть еще вариант как бы короб под них сделать собрать металлом обшить нормативы есть по безопасности у вас балка прямо расположена над каминной трубой предполагается колено здесь пятерку поперек достаточно стропила закреплены скользящим элементом крепежной системы это не круто это правильно сопряжение двух балок стропильных сделано с уплотнителем клеммалан уплотнитель да так называемый основе овечьей шерсти но он дороже стоит в раза три чем леватин или джут здесь заказчик перфекционист все за натурель все за экологичное вы нас вызвали на на похвастаться как у вас тут круто я думаю какая консультация что рассказывать я только сам слушаю стою как здесь дом мечты короче снимай размеры да ну сейчас будем снимать то есть как вот она правильно делать но можно это все металлом обыграть дерево под солнцем под косыми дождями она долго да может красиво но через пять лет вы будете туда краску освежать и через еще там пять доски начнут и винтами ведь и придется залазить тем более белая краска просто не залезет да просто металла сделали и забыли но в цвет там планируемый сейчас все можно подобрать даже под дерево металл есть вот вы по структуре дерево знаете такую можете подобрать софиты не надо вам вентилируемые я сам знаю строил не один дом себе потом какие-то ошибки ты спотыкаешься переплачиваешь на круг выходит дороже итак здесь все будем прощаться мне очень все понравилось поедем дальше спасибо спасибо вам спасибо до связи вот ребят сижу я в усадьбе архангельская в знаменитой легендарной усадьбе с большим историческим прошлым так получилось сейчас у меня заказчик на рублевке живет позвонил буквально что он задерживается мне выдалось время часик буквально лишний я заехал сюда шикарнейшее место всем рекомендую вот сколько лет я уже живу в москве проезжаю мимо работы было много на рублевке вот первый раз я удосужился заехать посетить это место первое упоминание усадьбы вообще в 16 веке и за это время здесь поменялось только знаменитых хозяев шереметьевы голицыны и юсуповые вот дворец юсупова каждый владелец вкраплял сюда что-то свое это так сказать подмосковный версаль тут я вам сразу говорю при планировке поняли и тогда будет нормально люди хотят поменять кровельный материал перестроить балконы сделать их закрытыми помещение над ними сделать теплыми кое-где изменить кровлю фальцевую кровлю хотят поменять на керамическую черепицу в принципе это нам по силам ждем более конкретное техническое задание от заказчика и приступим к изучению и просчету а сейчас едем на следующий объект а кто нас остановит тот нехороший человек лухари вилладж барвиха ламборджини феррари харли-дэвидсон шмотки брендовые там дольчика пана всякая-то сацки в шмацки справа слева однотипные дома зеркальный проект у некоторых домов появились хозяева и приступили к отделке своих жилищ моя задача оценить состояние кровли утепление и доложить это заказчику пойду займусь этим делом здравствуйте я алексей я по адресу да я александра я дизайнер на этом объекте община ситуация какая у нас был на прошлой неделе независимый технодзор мы провели экспертизу на вас порекомендовали потому что нас проблемы с кровлей у нас куда-то уходит тепло все разберемся посмотрим так самая основная жалоба заказчика почему так холодно мне холодно на втором этаже вот мы приехали выяснить состояние кровли сейчас все поднимемся посмотрим утепление слушай но испачкал футболку это уже двойной тариф лухари лухари ты будешь помогать давай я туда пыльно грязно так ясен пение все все тепло в эту дырку уходит ты меня слепишь тепло уходило сюда вот раздрай чердак считается холодным здесь вот такая плесень на мембране говорит о том что обильная влага попадала зимой здесь шли отделочные работы и было включено отопление люк был открыт все тепло и влага уходили сюда понятное дело что все тепло уходит сюда в эту дырку здесь надо сделать вентиляцию конька холодный чердак должен обязательно вентилироваться пойду доложу заказчика стыки пароизоляции не проклеенные но у меня видео есть я могу накидать нас не наснимал с этой стороны герметичную дверь а здесь вторую там из дерева контрабрешеткой ее нет мне сказали уже к ее переделывали крышу до 1 если здесь на гараже еще более сносно то тут капец как вентиляции кровли нет по чердаку там все нормально нужно заводите вы тепло и мы сезон наблюдаем то тогда уже придем и к ремонту сверху же закрыть вот эти две дырки верхние которые туда в помещении вентиляционной идет и туда наверх быстро это настанет вы будете это переделывать да да она увидите уже трещины пошли по стыкам на блоге демонтировать либо что-то сверху накладывать водостойка и уже потом производить шпаклевку краску малярам на оставить задачу здесь все поехали дальше до свидания здравствуйте ну что рассказывайте приобрели дом хотели бы провести диагностику кровли перед началом отделочных работ да поспать спокойно что не устраивает есть уже какие-то видимые нюансы газа есть на пароизоляционном слое темные пятна вот хотели бы понять природу откуда они взялись а что это дом на двух хозяев да да это дуплекс вот эта половина наша ну идемте посмотрим сейчас разберемся вот я щас проверить вот эти не опускаю а как ты про с воздуху вот не дышащая пленка здесь сантиметров 10 вот сюда уйти и вот это путь сквозняка у него короче станет а сейчас мы скажем тут чуть-чуть надо откос доработать аккуратно ну вести неутешительная на 3 с минусом дымоходы все примыкания узлы сопряжения дымоходов все нужно переделать абсолютно все здесь сделан к ты полка трилли предстоит отделка и очень важно до отделки закончить все вопросы с крыши приток на карнизе в тот слой тогда мы спасем вашу крышу от срочного ремонта от срочим ремонт так еще там я видел деревом у вас подшито вагонка да вот снизу такая она подуставшая но она постоянно таким манипуляции делать все а и и